Микрозайм превратил жизнь 37-летней амички в ад. Женщина взяла небольшую сумму, чтобы погасить крупный кредит в банке, но рассчитаться вовремя не смогла. Теперь многодетной маме, у которой, кстати, четверо детей и пятый на подходе, вместо 5000 рублей нужно отдать 70 тысяч рублей. Долг выбивают коллекторы. На мобильный приходят десятки оскорбительных сообщений с угрозами. Если долг завтра не оплатишь, к тебе придем уже мы. Живого места ни на тебе, ни на родных не останется. Думай. Ты свинья в край. Считаешь себя умнее и хитрее всех. Ты горе хапнешь. Я устрою тебе это. Женщина обратилась в полицию, но там в возбуждении уголовного дела отказали. Оценку законности такого решения даст прокуратура Омской области. Прокуратура проверит полноту, проведенной правоохранительными органами проверки, даст оценку законности принятого решения. В случае необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования. Это уже не первый случай бесправного поведения коллекторов. Истории сыпятся одна за другой. Буквально на прошлой неделе мы рассказали об Омиче, которого коллекторы угрожали облить кислотой. Он взял кредит. 10 тысяч рублей в микрофинансовой организации «Деньга». Вскоре потерял работу и платить не смог. Так же, как и в случае с беременной Омичкой, на его телефон начали приходить сообщения с угрозами жизни и здоровью. Готовься. Закажи гроб себе и своим близким. Или мы оставим свой след кислоты. Возможно, на коллекторов заведут уголовное дело. Прокуратура и Следственный комитет Омской области начали проверку по факту противоправных действий сотрудников и этого коллекторского агентства. В какой-либо соответствующей статье в уголовном кодексе не имеется. И действия данных лиц не расцениваются в части, имеется ли угроза жизни и здоровью, угроза убийством. И то есть уже возбуждаются уголовные дела по статьям, вот именно, допустим, 119-го уголовного кодекса угрозы убийства. То есть именно как незаконное действие коллекторов, такой статьи в уголовном кодексе нет. Но ситуация скоро может измениться. Вопрос сейчас прорабатывается на федеральном уровне. Депутаты внесли законопроект в Госдуму об отмене коллекторских агентств в России. Если его примут, то все претензии кредитора к заемщику о возврате долга будут рассматриваться только в судебном порядке. До места не долетел. Крупная кража в аэропорту Омска. В аэропорту Омска украли контейнер с ювелирными украшениями на сумму более миллиона рублей и 200 тысяч евро. Ценный груз принадлежал московской коммерческой фирме. Правоохранительными органами установлено, что 15 мая организация направила контейнер в Омск самолетом. В аэропорт он прибыл, однако доставить его в конечный пункт назначения не получилось. Посылку похитили неизвестные люди и скрылись на автомобиле. В обход системы, за что ректору педуниверситета грозит 6 лет тюрьмы. Ректор Омского педуниверситета Олега Волоха обвиняют в растрате 790 тысяч рублей. По данным следствия, в 2015 году он заключил фиктивный договор с подрядной организацией о выполнении ремонтных работ и создании студии молодежного телевидения ОМГПУ. По факту никаких работ проведено не было, а от сдачи подписан. Олег Волох расплатился с подрядчиком и таким образом, по версии следствия, растратил 790 тысяч рублей. Причине федерального бюджета ущерб в крупном размере. Уголовное дело возбуждено по статье «Хищение, совершенное с использованием служебного положения». В настоящее время Волох допрошен в качестве подозреваемого. От дачи показаний последний отказался, вину в содеянном не признал. Санкция части 3 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет. Взяты с поличным, за что придется заплатить нерадивым предпринимателям. Салон сотовой связи этот мужчина устроил прямо у себя в машине. Припарковался неподалеку от остановки «Голубой огонек». С витринами тоже заморачиваться не стал. Весь товар сим-карты мобильных операторов просто свалил в пакет. А их много у меня, я поэтому продаю дешевле, я покупаю дешевле. Я же тоже его не упавил. А оформлять ничего не надо? Почему что надо? Вставляешь, вводишь в батарейку деньги и пользуешься. Все. Ну понял. Не аннулируется ничего? Никогда уже не надо. А все ради, ты сможешь пользоваться. В роли покупателя сотрудник полиции. Увидев служебное удостоверение, нерадивый предприниматель пытается сбежать. У тебя договор есть? Что договор? Да подожди, не убирай. Да подожди. Стоять. На месте стоит. Не надо. Вот это вот. Поверь мне. Попытка убежать понятна. Такой бизнес вне закона. Продажа сим-карт без заключения договора запрещена. Более того, продавец должен предъявить документ, удостоверяющий личность, чего этот гражданин не сделал. Аналогичные факты выявлены и в других районах города. Сотрудники полиции выяснили, что незаконная реализация была еще в трех торговых точках. По улице Маршала Жукова, 70 лет Октября и проспекте Карла Маркса. Своё поведение нарушители объяснили тем, что просто не знали о требованиях законодательства. Если бы кто-нибудь сказал, что без паспорта сим-карт продавать нельзя, мы, конечно, не продавали бы без паспорта. Зачем нам это личные вопросы, личные проблемы? Это же несложно спросить. Написали бланка закона. Нам никто не сказал. Незнание закона не освобождает от ответственности. За данное нарушение предпринимателям придется заплатить штраф. Данное нарушение влечет за собой наложение административного штрафа на граждан в размере от 2 тысяч до 5 тысяч рублей. На должностных лиц от 5 тысяч рублей до 50 тысяч рублей. На юридических лиц от 100 тысяч рублей до 200 тысяч рублей. Отделался условным сроком. Предпринимателю сети питания «Бургер Кинг» вынесен приговор. В Омске вынесли приговор по уголовному делу 45-летнего индивидуального предпринимателя Алексея Николенко. Первомайский районный суд признал его виновным в падении надувного стакана «Бургер Кинг», в результате чего была травмирована женщина. Несчастный случай произошел в августе прошлого года в районе остановки КДЦ «Кристалл». Надувная рекламная конструкция в виде стакана, принадлежащая сети ресторана «Бургер Кинг», упала на 41-летнюю женщину. Как выяснилось, она не была закреплена должным образом, а Мичку без сознания доставили в одну из больниц города. После осмотра врачей выяснилось, что у нее серьезная черепно-мозговая травма и множественные переломы. Обвиняемый раскаялся в содеянном, в ходе следствия он совместно с Организацией общественного питания оказал помощь потерпевшей материально и морально. И, по-видимому, такую позицию обвиняемый учел в суд. И приговором суда ему назначено наказание в виде одного года девяти месяцев лишения свободы условно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова